Традиционная игра видновской команды собрала немало зрителей, пришедших поболеть за родную команду. И спортсменки Спарта НК, безусловно, ощущали эту поддержку. Первая четверть игры стала прелюдией, где решалось главное, кто сможет захватить инициативу и навязать свой стиль игры. Пока счет оказался в пользу видновской команды. 17-10. Первый раунд регулярного этапа российской женской премьер-лиги у наших соперников не складывается. В настоящий момент Спартак из Ногинска в турнирной таблице находится на восьмом месте. В то время как Спарта НК занимает четвертую строчку. Соперницы уже встречались 1 декабря. Игра состоялась в Ногинске и тогда наши спортсменки победили с перевесом в 15 очков. В начале второй десятиминутки гости принялись активно атаковать. А вот наши в защите допускали ошибки, что частенько приводило к штрафным броскам. Собственно, благодаря им спартаковки забили большую часть мячей, потому что видновчанки атаковали куда лучше. К большому перерыву разрыв стал еще больше. 32-25. Пока что мы в плюсе, но я знаю, что с командой из Ногинска никогда нельзя расслабляться. Никогда до самой последней секунды, потому что девочки очень опытные. И каждый может взять на себя ответственность. У каждого есть лидерские качества. Поэтому у нашей команды задача нагнетать, нагнетать, нагнетать и брать лидерство в свои руки. Третья четверть игры показала, что именно такой тактики и придерживался тренер видновской команды Сергей Данилин и его подопечные. Гости из Ногинска тоже набрали обороты и получили по итогам десятиминутки 17 очков. Но видновчанки заработали очков почти в два раза больше. 33. 75-42. Таким был счет перед заключительным отрезком матча. Стос-сто! Стос-сто! Разрыв в 33 очка позволил нашим спортсменкам немного расслабиться. В заключительной четверти, несмотря на то, что гости из Ногинска вдвое чаще атаковали и смогли сократить разрыв в счете, догнать видновскую команду они были не в силах. 83-60. Следующая игра «Спарты НТК» в рамках регулярного чемпионата Премьер-лиги состоится здесь же, во дворце спорта «Видное» 16 февраля. Наши спортсменки встретятся с командой «Надежда» из Оренбургской области. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. «Видное ТВ».